Здравствуйте! Это программа «В мире культуры». Сегодня поводом для нашей встречи стал день рождения. Не какой-то выдающейся личности или произведения искусства, а государственности. 30 августа татарстанцы будут уже в 24-й раз отметить день принятия суверенитета родной республики, а также день города. На эту дату запланировано множество праздничных мероприятий, в том числе и высококультурных. О них сегодня и поговорим. Но вначале давайте узнаем, а что бы в подарок этому празднику хотели получить татарстанцы. Такой действительно день, когда все-все-все люди выходят с семьями на улицы, гуляют, везде играет музыка. И мне кажется, это очень здорово. И именно эта атмосфера у нас в Казани 30 августа, ну, я такого нигде и никогда не встречала. Это мероприятие для детей. Меня вот интересует, когда детям есть чем заняться, посетить что-то такое, аттракционы. Ну, вот такое вот развлекательное. Очень бы хотелось, чтобы приехали звезды мирового масштаба, какие-нибудь классные рок-группы. Ну, например, Линкен Парк. Я бы хотела, чтобы приехал Филипп Киркоров. Ну, или Сивара. Ну, я хотела, чтобы приехала моя любимая группа рок-группа в Нейбргрупп. Вот. Мне кажется, можно придумать что-то более национальное, нежели привозить каких-то артистов. Что-то более там татарское, какой-нибудь там фестиваль кухни. Ну, может быть, концерты для детей побольше что-нибудь. У меня маленький ребенок просто. Я посмотрел. Ну, для детей имеется в виду. Чтобы больше мероприятий было для ребятишек, комплекс развлекательная программа и татарский фольклор, старые народные песни татарские. Чтобы больше было наряженных людей, старину как одевались, сходили, дедушки. Вот, чтобы такие концерты где-нибудь такие, чтобы было. Я бы хотела попасть не только на какие-либо мюзиклы, а, например, на какие-нибудь спектакли, такие массовые для народа. Или же какие-нибудь хореографические, может быть, постановки. Где мы живем, на Верзах Марквашах, очень трудно. У нас нет там ни автобуса, ничего нет. Мы все попутными ездим. У нас ни трамваев, ни троллейбистов, ничего нет. И мы к культуре очень плохо, к городской культуре очень плохо приближены. Что ж, вот такие разные желания у людей. А сегодня в студии собрались те, кто умеет притворять их в жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы слышали, о чем мечтают казанцы. А вот хотелось бы узнать, о чем мечтают собравшиеся в студии. Да, День Республики. Республика большая, одна из самых интересных развивающихся республик, регионов страны. И мы лидеры не только в экономике, в строительстве, в сельском хозяйстве, еще во многом другом. Мы еще лидеры по количеству народов, которые проживают в Республике Татарстан. Согласно переписи 2010 года, в Республике Татарстан проживает 173 народа. И что бы вы хотели для них в подарок? Это почти рекорд, да. И поэтому интерес к национальным культурам очень высок. Поэтому в этом году перед стадионом Казань-Арена будет разбит шатровый парк. Будет интересная программа. И представители наших национально-культурных объединений народов Татарстана выставят свои... Но об этом мы еще обязательно поговорим. А о чем вы мечтаете вы как казанец? Просто для себя, для народности? Вот не обязательно в этот... Желания самые простые у всех, я думаю, жить в комфортном регионе, в комфортных условиях. Так, чтобы жил спокойно сам и была спокойная обстановка у других. Я бы пожелал, чтобы в этот праздник, это наш общий праздник, чтобы этот праздник поприсутствовал в каждом районе, в каждой деревне нашей республики. Чтобы в этот красивый праздник мы все объединились. Как бы и вот это чувство праздника, присутствие праздника в каждом доме, чтобы ощутили все, да. А также я присоединяюсь. Главное, чтобы мир над головой, спокойное небо. Чтобы все были счастливы и жили мы дружно все. А я бы, наверное, хотела, чтобы мне было время посмотреть все эти различные площадки на день города, чтобы, наверное, влиться в эту атмосферу праздника. Но я сама живу немножко другой жизнью, поэтому очень счастлива, и что мы, как деятели культуры, можем этот праздник подарить нашим жителям. Я бы хотел тоже, Ваня, два слова. Я жду новых, новые имена, новые произведения, потому что мы смотрим и привыкаем к одним и тем же лицам. Хотелось бы увидеть новые лица и новые произведения. Интересно, все-таки, вот как верстается программа праздника на 30 августа? Вот как-то пожелания жителей, может, учитываются? Вопрос ко мне. Да. Министерство культуры Республики Тарстан очень тщательно и ответственно относится к формированию культурной программы этого торжественного для Республики дня. Поэтому в программу мы, конечно, включаем как традиционные мероприятия, такие как праздник народной культуры «Играй гармонь», торжественная церемония вручения премии, государственной премии Республики Тарстан имени Габдулы Тукая. А в этом году у нас еще пройдут и мероприятия в новом формате. Это так называемые уличные мероприятия Open Air, которые будут проходить на разных площадках, на разных улицах города Казани, прежде всего центральных улицах. И там будут показываться театральные постановки или театрализованные представления в исполнении творческих коллективов ведущих театров города Казани. Это и театр русский театр юного зрителя, татарский театр юного зрителя имени Кореева, театр кукол Экият, театр драмы и комедии Тинчурина, театр большой драматический театр имени Качалова. Ну и, конечно, одна из главных площадок развернется на площади перед зданием театра имени Галяскара Камала. Ну вот, кстати, если про театр Камала, то вы же делаете свой собственный подарок татарстанцам к этому празднику за месяц до открытия сезона. Показываете спектакли? Да, показываем спектакли. Это как и для татарстанцев, так же и для приезжих гостей города. Потому что на сегодняшний день я наблюдаю спрос на татарскую культуру много из регионов нашей России. Также приезжает очень много гостей из Москвы. Уже мне сейчас звонят, как можно попасть на этот спектакль, как можно попасть на другой. Потому что по интернету смотрят, билетов уже на некоторые спектакли не достать. Поэтому есть очень активность. Мы, когда подходим к выбору репертуара, естественно, это должны быть и примерные спектакли прошлого сезона. Так же и классика. Это и «Глубая шаль», это и «Затя Грегори», где показывается вся культура, можно сказать, татарская. За три часа, допустим, в «Глубой шале» за три часа можно увидеть, услышать и послушать национальный татарский язык, мелодию с Олега Сайдашева. Так же и орнаменты татарские. То есть это интересно очень. Если же татарстанцы приходят в театр, и воспоминания у них есть об этих постановках, и артисты интересные, знакомые у них есть. А для приезжих, для гостей города это очень хороший урок и хорошее познание нашей культуры. Какие еще будут спектакли? Так же спектакль будет «Запах полыни», это тоже премьера прошлого сезона. «Махабет-ФМ», шумевшая премьера прошлого сезона. Так же «Банкрот» премьера. Вот эти пять спектаклей мы покажем в праздничные дни. И хочу сказать, вообще сейчас, на сегодняшний день, меня очень приятно удивляет Казань тем, что у нас, можно сказать, каждый день праздник. И можно сходить вечером после работы нашим горожанам, кто живет в Казани, и приезжим гостям на разные мероприятия. Допустим, со середины июля около нашего театра проводились мероприятия «Пятница», «Суббота», «Воскресенье». И там действительно было очень много народа. И так же это привлекает людей увидеть наш город. И я хочу заметить еще одно, удивило меня то, что вот в праздничные майские дни этого года очень много, большой был наплыв туристов. Казань становится действительно туристическим городом. А вот кто-нибудь из собравшихся студий интересно смотрел? Наверняка кто-то смотрел спектакль театра «Камала», кто-то может рассказать свои ощущения, впечатления из тех, что здесь? Конечно, допустим, я стараюсь не пропускать ни одной из премьер. И спектакль «Банкрот», и спектакль «Махабет-ФМ» действительно нашумевшие. Даже в день премьеры все как будто знали уже, что сейчас будет. И самые какие-то вот такие живые эмоции были в зале. Мне, как сказать, мне импонирует то, что татарский театр, татарский драматический театр, он старается работать как можно более шире, задействует совершенно разные жанры. И каждый зритель может сам для себя что-то найти. Вот, допустим, в прошлом году тоже в Камаловском театре мы вместе с Рамилем Гараевым делали спектакль «Моноспектакль-Мать». И как известно, что «Моноспектакль» — это вообще редкое явление в татарском театре. И вот можно сказать, что даже впервые на сцене Камаловского театра был создан вот такой спектакль, в котором маленькое участие я принял. Поэтому... Там, наверное, даже два героя. Конечно, это актриса и музыка, да? Они как-то так дополняли... Ну, режиссер поставил, как бы, вот такую цель, что да, что весь упор будет на актрисе и на музыке, которая будет атмосферной ставить. Нужно темы, которые трогают общество. Вот про спектакль «Мула» хочу сказать. Я видел этот спектакль в исполнении трех татарстанских театров. И, знаете, это три... Пьеса одна, но спектакли разные и воспринимаются по-разному. Кому-то верю, кому-то нет, но это тоже ситуация такая, в какой-то деревне «Мула» может работать и его слышат, а в какой-то нет. И поэтому все три версии, они имеют право на жизнь, наверное, но радует то, что ставятся спектакли, предлагаются спектакли, которые каждый имеет своего зрителя. Вот пустых как-то не видели, они попадают в точку, и поэтому хорошо, что у нас залы полные. И вот оба эти спектакли, что сейчас назывались, и «Мула», и «Махабет-ФМ», и «Милль Талипов» исполнил главную роль. Но вот особенно «Махабет-ФМ», конечно, наверное, самый популярный спектакль последнего времени. Как-то получали обратную связь зрителей? Да, так получилось, что «Махабет-ФМ» оказался популярным таким спектаклем в прошлом сезоне. Мы начинали... Я вот... Что было интересно, было здорово то, что мы начинали это как бы самостоятельно. У нас молодой коллектив, мы все молодые ребята собрались, и нам было очень весело все вместе вот так поработать. Самое ценное в этом, то что мы какое-то время провели вместе, и нам было очень интересно. Мы придумывали это вместе, и поэтому, наверное, так хорошо и получилось, и мы получили вознаграждение от Всевышнего, что спектакль стал таким популярным. Основной контингент — это сейчас молодежь, очень много молодежи на этот спектакль приходит. Все по-разному реагируют на спектакль. Кому-то нравится, кто-то считает, что слабый спектакль недостойный сцены Камаловского театра. Даже так, да? Да, есть разные мнения. Ну, а вот, может, какие-то конкретные отклики вспомните? Отклики. Кто-то пытается... Спектакль родился почти... Мы его придумывали прям... По ходу постановки. По ходу постановки, да. Ильгиз Зайниев, автор пьесы и автор спектакля, он приходил, что-то писал, мы пробовали, потом мы себе что-то отбрасывали, потом заново пробовали что-то писали, придумывали вместе. Ну, страх здесь был, вот в нашей администрации тоже, то есть, Эмиль делает пародию, но не все люди воспринимают пародию правильно. Действительно, этот спектакль, он дает возможность отдохнуть людям, увидеть, услышать знакомых артистов и так далее. И самое главное, вот что я замечаю с стороны, то есть, за кулиси я смотрю, выхожу в зрительный зал, притягивает молодежь. То есть, тема спектакля, содержание спектакля, это молодежная тема. Там и Инстаграм есть, там и Фейсбук. Каких-то выражений нет, которые мы в обиходе, молодежь, используем в жизни. Но будем надеяться, что и гости столицы 30 августа получат удовольствие. И кроме татарской драматургии можно будет попасть и на национальную оперу «Речь об Алтын-Казан», написанную в 2011 году на стихе Рената Хариса. Она стала дипломной работой композитора Эльмира Низамова. Тогда постановка была выполнена силами Казанской консерватории. Мы нашли в архиве те кадры, а также побывали на репетиции. Давайте посмотрим фрагмент, а после поговорим о том, как видоизменилось это произведение. Про историю и красоту Казани композитор Эльмир Низамов решил рассказать весьма нестандартно. Вместо традиционных татарских мотивов использовал элементы джаза, этники, рока. Трепетно отливал свой Алтын-Казан целый год. В 2011-м премьеру подготовили творческие силы Казанская консерватория. А сейчас, спустя три года, признался автор, опера зазвучит куда ближе к тому, что задумал. Выше как технический уровень спектакля, так и мастерство артистов. Тут надо перестраиваться на более такую, более эстрадную манеру своего голоса, но при этом же пользоваться всеми техническими возможностями, которые пользуются вокалисты. Это и дыхание, и где-то надо хрипоцу дать, где-то надо вот такие вот... Ну, это зависит от мастерства, естественно, каждого вокалиста. А тут у нас как раз набран такой состав, что режиссер наш, Михаил Панджабидзе, он рассматривал каждого певца, и он выбирал именно тех певцов, которые смогут это спеть именно в такой новой манере. Ответственно подошли и к выбору хора. Искали артистов, кому под силу петь в разных стилях и при этом двигаться. Танец – обязательный элемент постановки. В итоге собрали лучших студентов музыкального колледжа имени Ауходива – хоровиков, вокалистов, народников. Сейчас состав репетирует по 8 часов в день. Параллельно шьются костюмы. Одновременно они будут современными и аутентичными. Как у настоящих кочевников. В эфире программа «В мире культуры». Сегодня тема нашего разговора – 30 августа. Что ждет казанцев в этот день? И вот сейчас мы продолжаем разговор об опере «Алтын-казан». Кто видел «Алтын-казан», наверняка согласится, что это яркое сочинение. Оно рассказывает о кочующих племенах, которые встретили волшебного кузнеца, который их и выковал «Золотой казан». Ну вот, Эльмир, смелой была идея рассказать о национальном сюжете такими роковыми мотивами. Как вы к этому пришли? То есть там же и рок, и джаз, и этническое еще что-то. Такой синтез и смешение стилей и жанров. Для меня, вообще, как для композитора, всегда интересно делать что-то новое, открывать какие-то новые горизонты. Это всегда повод для роста, для развития. И на тот период для меня это, конечно, была такая вот авантюра, с одной стороны. С другой стороны, это было огромное вдохновение, можно сказать. И я писал эту партнитуру с огромным энтузиазмом, с любовью. И я очень рад, что она была тогда осуществлена оперной студией Казанской консерватории. И еще больше рад, что она сейчас выходит совершенно на другой уровень постановки. И теперь уже ее увидит весь город. Потому что это будет постановка на открытом воздухе. Вход будет свободный. Ну, это счастье для автора, тем более для молодого автора, для композитора, увидеть свое детище на сцене. Ну, вот что тогда, что сейчас, одну из главных ролей исполнила Эльмира Калимулина. Скажите, пожалуйста, вот произведение как-то изменилось? Как? Ну, я считаю, что, наверное, это даже две совершенно разные истории. То, что было в 2011 году, и то, что происходит сейчас, имеет другое развитие. Мне кажется, что каждое произведение, оно может отлежаться, и происходит какая-то эволюция. И меняются и составы, и сами вокалисты, и музыканты растут, развиваются. И поэтому могут привнести что-то новое. И для меня огромное счастье быть частью этой команды. И я на сто процентов уверена, что под руководством нашего гениального режиссера мы сможем это произведение показать на высшем уровне. И привлечь все поколения. И эта музыка может быть кем-то не понята. Я думаю, что будут разные мнения, но самое главное быть услышанным. И высказаться. Поэтому эта возможность нам дается. И мы постараемся на сто процентов выложиться и показать все, что есть в этой музыке красивого. Ну, к тому же, как вы уже сказали, гениальный режиссер, действительно очень маститый, знакомый казанцам. Но вот сейчас, когда вы работаете над таким произведением о легендах нашего города, то это как-то, может быть, по-другому прониклись в Казани, к Татарстану? Вы знаете, я вот как-то уже говорил, еще раз скажу, что, в общем-то, легенда – это рукотворное. Это полностью произведение Рената Харриса, которое полностью плод его авторского воображения и вдохновения. Потому что это легенда такая, знаете, это скорее фэнтези. В этом смысле Ренат Максунович выступил как такой, знаете, Толкин. Он придумал то, чего никогда не было, и неизвестно было, и где, и как, и так далее. Он создал некую такую реальность, и в этом смысле это очень интересно. Кстати, я так немножко дернулся, когда вы сказали слово «опера», потому что мы-то, в общем, не предполагаем, что это звучит как опера. А как вы называете? Мы называем это мюзикл. Потому что, когда меня пригласили для работы над этим произведением, когда я услышал его и ознакомился с ним, я первое, что сказал, я говорю, господа, ну это же в чистом виде бродвейский мюзикл. И никакой оперы, ни рок, ни поп, ни любой другой, ни фанк, ни любой, какой бы то ни было, здесь и не пахнет. Это в чистом виде классический мюзикл, сделанный по лекалам высоких мюзиклов, а-ля Энн Лойту Эбберу или еще, или там Нотр-Дам-де-Пари, допустим. То есть это сделано, и сделано очень качественно. Я думаю, что мне вот как бы на вопрос-то особо ответить нечего, потому что там, собственно говоря, особого историзма нет. А вот сказать о том, что у нас получается очередной интернационал, когда над этим спектаклем будут работать не только казанские, но и специалисты из Белоруссии, из Москвы. И в частности, если упомянуть о том, что сказал Эльмира, что это два разных уже почти произведения, то действительно они подверглись большой переработке и либрета, и музыка. Были дописаны целый ряд музыкальных номеров. Да, что добавилось? Эльмир специально для этого даже ездил к нам в Минск, в Белоруссию. Так что я могу сказать, что там уже эти хиты услышали, и ко мне приходили, говорят, а что это такое, что это такое? Красивые вещи такие. Я давал записи слушать какие-то. Так что, в общем, это уже достаточно известно, на слуху эти зонги из этого мюзикла. И работа очень интересная, и вообще это очень необычно. Потому что это все-таки, знаете, как опера-опера. Это все-таки сделаны по... Мы хотим это сделать по бродвейским лекалам, так как полагается. Мне кажется, вообще в Казани будет впервые поставлен татарский мюзикл, в котором задействованы и также наши... Не Водевиль, не музыкальный спектакль, не рок-опера, а именно мюзикл. Вот так, как он предполагается. А вот когда ставишь мюзикл на улице, это вот какие-то особенности есть? То есть в техническом плане какие сложности? Есть. Ну как какие? Ну как обычно, как любой спектакль, который ставишь. Знаете, никакой разницы, вот коллеги не дадут соврать. Любой спектакль, который ставишь на улице, все трудности примерно такие же. Вот пусть они рассказывают. Переносится площадка просто. Чтобы не устраивать мой монолог, я вот лучше кому-нибудь передам. Ну вы знаете, я очень радуюсь за наших молодых ребят, да? Ну при разговорах, что вроде бы композиторская школа как-то заканчивается, приходит в тупик. Ну я вот хотел сказать, что растет такой молодой талантливый музыкант, композитор. И он показывает тоже сегодня такую серьезную работу. Я смотрел тоже этот спектакль, и там участвуют наши все ребята. И все это ставится, можно сказать, нашими силами молодыми. Это очень важно, что это очень... Да, это большая перспектива, это очень серьезная, большая работа. Хочу заметить, вот когда вот молодежь занимается делом каким-то, и создает что-то творческое, особенно, к нему же подтягивается молодой зритель. Они приходят, и если ты хочешь омолодить своего зрителя театр, или опера, или драм-театр, или любой театр, любое мероприятие, сделай это руками молодежи. И вот, да, действительно, Эльмир, и он вот со спектаклем «Мать» в малом зале у нас в Камалском, также еще будет он приглашен также в работу одного произведения в Камалский театр в будущем. Пока еще не буду все секретов раскрывать, но у нас есть такие планы. И тогда уже будут идти молодежь, и будет это интересно. И будут тогда расти новые таланты. Я что-то удачно зашел в студию, контракт, 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 да, нашел. Вообще театр дело молодое, правильно? Да, да. Ну, я ничего так сказать не знаю. Ну, должны быть тоже у кого пример вроде. Да, я говорю. И контроль молодежи тоже нужна. Да, 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 да. Ну, как бы... Это само собой заменющееся. Да. Молодым везде у нас дорога, короче, старикам везде у нас почет. А почему вы говорите, что театр дело молодое? Потому что театр это на самом деле очень физически трудная штука. Вы понимаете, очень трудно выдержать это огромное нервное напряжение. Театр это очень затратная, я имею в виду, прежде всего, физически, психологически затратная штука. Нервно затратная штука. Это каждый день на сцене жить так, чтобы люди в зале верили, что ты умираешь, что ты любишь, что тебе это ненавидишь. Это очень тяжело. Понимаете, поэтому... А любой, понимаете, потом все время зрители, все время, они ждут, что их будут чем-то удивлять. Они все время ждут чего-то нового. А все новое может сделать только молодой человек, потому что он еще пока, как бы сказать, у него кураж есть. У него опыта нет, поэтому он не знает, чем это может закончиться, понимаете. Ну, сохраняю школу, да? Да, да, да. А школа, ну, как бы, он должен быть выучен как следует. В центре там каждое поколение актеров ведет свое поколение зрителя. То есть молодежь, молодежь, и это вот... Все должно присаживаться. Да, это идет таким непрерывной цепью, да. С каждым поколением свой зритель. Не только в культуре, среди наших национально-культурных объединений, которые входят в Ассамблею, в Дон Дружбы Народов Татарстана, у нас тоже есть некие критерии оценки работы той или иной общины. И успешным мы считаем то национально-культурное объединение, где действует активное молодежное крыло. Нельзя жить сегодняшним днем, только та община, которая имеет рядом с собой или внутри себя вот это молодежное крыло, молодое движение, оно успешно, оно развивается. И вообще вот эти слухи о кризисе и кончении этнической культуры, они преждевременно, мы это наблюдаем на примере всех наших общин. Даже в том числе тех, которые не имеют большую государственную поддержку. Потому что каждый народ, он сам себе поддерживает. Вот это начало, продолжение всегда в молодежи и в детях. Ирика Людусович, а ведь у вас тоже 30 августа своя площадка, вы начинали говорить об этом. Да, наш дом Татарстан, наша площадка это республика Татарстан. Действительно, Татарстан является родиной для многих и многих народов. И в этом году основной площадкой для работы национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана, это площадь перед Казань ареной, стадионом. Там будет выставлен шатровый парк, это более 15 палаток, где будут показаны культура, искусство, обычаи и прикладное искусство народов Татарстана. И там на большой сцене мы работаем с 15 часов и до полшестого. Будет 2,5-часовой большой концерт народов Татарстана, где можно увидеть и аутентичную культуру, и сегодняшнее направление, которое молодежь поддерживает. И можно будет приобщиться к этому, купить что-то. И мы еще проводим там фестиваль «Кухонь народов по Волжье». Не отпустили они вас пустыми руками, да? Не отпустили они вас пустыми руками. Действительно, Ассамблея Дом Дружбонародов – это интересное заведение, куда каждый несет самые лучшие. Поэтому наш концерт, он сегодня гастролирует по Татарстану. Действительно, когда видишь представление, где каждый народ дал только два номера, но два самых лучших, это очень интересное представление получается. Но хочу сказать, что интересно только то, что правильно, справедливо. И когда мы говорим о этнической культуре, о культуре народов Татарстана, конечно, сегодня 173 народа, много культур, но правильно, когда это ложится на здоровую, интересную культуру татарского, русского народа, народов Татарстана. И сегодня мы принимаем большое множество народов со стран ближнего зарубежья, со всего мира. Интересно и правильно то, что справедливо. Поэтому мы создаем условия, не мешаем работать, но сегодня будет что посмотреть 30 августа на площади перед Казань-ареной. Мы приглашаем всех казанцев. Ну и что такое национальная культура, национальная политика? Это каждый из нас. Если каждый из нас является носителем части своего народа, своей культуры, вот это правильно. Вот из этого сложится и мозаика культуры Татарстана. Может кто-нибудь из гостей тоже собирается побывать на этом фестивале? Что-нибудь попробовать? Вот поэтому интересно, какие предпочтения в Клинаре? И хочу сказать, мы пригласили шеф-поваров со всех регионов Привозского округа. То есть в этот день у нас будут работать команды шеф-поваров со всех субъектов Привозского округа. И вот здесь, наверное, можно провести аналогию с музыкой. Вот люди точно так же, услышав на улице спектакль, оперу, что-нибудь узнают для себя новое и, возможно, станут поклонниками такого направления музыки. Вот этот опыт уже который год подтверждает «Казанская осень». Фестиваль с таким названием проводит Государственный симфонический оркестр Татарстана. Давайте посмотрим небольшой фрагмент того, что было в прошлые годы. «Казанская осень» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Звучит музыка Ну вот сейчас, смотря эти фрагменты, я вспоминала свои переживания прошлых лет, потому что посчастливилась побывать на каждом из фестивалей. И в ожидании некоторых даже не верила, что действительно приедут вот эти артисты, будут бесплатно петь на улице. Казанская осень, конечно, это большое событие, это каждый год, ежегодное событие для татарстанцев, для казанцев. И я бы сказал, даже не только для казанцев, потому что на этот фестиваль приезжают уже из соседних наших республик и городов. Из Шкаралы, из Саранской, из Ижевска там и так далее, и так далее. Даже из Нижнего, потому что когда они приезжают, мы с ними встречаемся. Я удивляюсь, а мы же официально приехали. Конечно, это очень большая, серьезная работа, привлечь сюда таких выдающихся музыкантов, мировых звезд. Их редко услышишь не только в Татарстане, но, может, даже и в России. А вот вживую услышать их, да и бесплатно, потому что попасть на их концерты, скажем, в залы, это недоступно и нереально. И финансово может быть. А тут приходят люди, бесплатно слушают вживую таких музыкантов. Когда мы создавали этот фестиваль, конечно, переживали, с одной стороны, может, придут ли нас слушать. Потому что классика из классика. Знаете, 30-го числа народ гуляет, везде шоу, везде музыка популярная, легкая. Везде делают так, чтобы привлечь зрителей. И к нашему удивлению, первый фестиваль, когда мы провели, собрали 10 тысяч. Второй фестиваль через год 20 тысяч зрителей. Вот последний год был уже в прошлом году. 24, свыше 24 тысяч слушателей. Удивительно, это и хорошо, это приятно. А поделитесь своими ощущениями, как вы, когда в составе оркестра играли, рядом пели? Ну, конечно, когда видишь вживую музыканта, которого ты, может, видишь и только по телевизору. А вживую, вживую, в настоящее звучание. Это и голос, и тембр, и подача. Это игра. Не просто, знаете, о сцене. А потом, общее состояние вообще концерта, когда приветствуют столько народу, там все бравируют, все на ура. Это, конечно, создает такое состояние эмоциональное. Когда я был в Вене, там вот такие концерты на открытом воздухе, классической музыке, это, ну, обычное явление. И какое мое было удивление, в этот же год, вот как раз был первый фестиваль казанского, осень, и было ощущение, что я снова оказался в Вене. Мне было так приятно, что вот, ну, это действительно европейский уровень, это традиция Европы, когда высокая музыка, классика выходит к людям. И, на самом деле, мне кажется, наш город должен гордиться и нашим оркестром, и вот этим фестивалем в частности, что есть такая возможность и, как бы, инициатива вот именно самого оркестра устраивать такой праздник для всех казанцев. Я сам все три года с удовольствием, вот среди этих четырех тысяч был бы у меня тоже, да, мне там тоже посчитали. Очень приятно. В эфире программа «В мире культуры». Сегодня тема нашего разговора 30 августа. Что ждет казанцев в этот день? Можно еще два слова я добавлю по поводу акустики? Маэстро Сладковская привлекает сюда самых лучших акустиков и звукорежиссеров. Каждый год приезжает к нам звукорежиссер из Мариинского театра. И поэтому очень важно для слушателей, конечно, создать акустику звучания зала. И действительно это здорово, когда звучит, представляете, на открытой площадке звучит как все качественно, как на пластинке, как в зале. Интересно, а вот голоса меняются артистам? То есть вот как мы слышим, вот сейчас мы слышали последний фрагмент, это был Симон и Кермес, который приедет в этом году. То вот казанцы услышат голос вот так же, как он звучал по телевизору или нет? Абсолютно так же будет звучать, будет звучать очень хорошо. Это работа вокорежиссеров, это акустика. Я же говорю, это будет просто как потрясающе в шикарном зале. Будет такое звучание. Ну вот певица знаменитая довольно в мире, но в России о ней не очень много знают. Она бывает очень редко. Я не знаю, как удалось Александру Петровичу вытянуть и пригласить, что она согласилась. Будем надеяться, что она приедет, конечно, обязательно. Но она обладательница всяческих международных премий. Ну, вокалисты знают, что это выдающаяся певица. И причем она специализируется, я бы сказал, если так можно выразиться. Она называется, ее титул у нее королева барокко. Она больше поет старинную музыку барокко. Хотя, конечно, она владеет всем, всем репертуаром. Но считается, что она королева барокко. Или барокко. Я тоже хотел бы добавить, да, это вот сколько слышим, что здесь мероприятие масштабное, здесь мероприятие, оркестр, певцы из рубежа приезжают. Я в этот момент хотел бы поблагодарить наше руководство республики. Потому что все-таки творчество творчество, но без материальной поддержки. Не пригласишь никого. Естественно, вот это вот президенту, большое спасибо, министерство культуры, идут навстречу, организовывают, помогают организовать вот такие вот мероприятия. И финансовую помощь тоже, они для этого не жалеют, дают. И действительно, это вот воплощается правильно и хорошо, красиво. И вот такие грандиозные мероприятия ожидаются в этом году. Интересно, а артисты, то есть, например, вашего театра, артисты театра Камала. Эмиль, а есть ли возможность тоже куда-нибудь пойти, например, если у вас нет спектакля в этот день, а просто отдохнуть на такое мероприятие? Конечно, хотелось бы 30-го отдохнуть просто. Но не получится. После махаритов, может быть. Но не получается, да. Потому что постоянно занятым. Вот мы с 25-го до 31-го будем играть тоже. Если куда-то получится, конечно, мы сходим. Но, наверное, мы 30-го перед 31-м, перед спектаклем, все равно мы встретимся. У нас какая-то работа будет, потому что 31-й придет зрительный спектакль. И нам нужно хорошо показаться. Конечно же, если мы время где-то найдем, если у нас получится, мы обязательно к нам сходим. Михаил Александрович, вы так смеяетесь здесь? Ну, потому что это вообще всегда очень коварный вопрос для артистов, когда спрашиваешь, ты ходил на эту премьеру, ты смотрел вот этот спектакль? А как ему скажут, что ты не ходил не потому, что ты не любишь театр, понимаете, или симфоническую музыку, а что ты в этот момент и занят был, что ты сам работал, понимаете? Поговорка вспоминаешь. Он же тоже ко мне не ходит. Да, сапожник без сапог. Сапожник без сапог, конечно. Видел? Нет, не видел. Не было времени, я в это время занят был. Сам работал. Диля Флюровна, что бы еще вы посоветовали не пропустить в этом году, 30 августа, о чем они успели рассказать? Я бы посоветовала внимательно познакомиться с культурной программой, которая будет размещена на сайте Министерства культуры в Букет-Торстан, чтобы каждый житель выбрал для себя что-то свое, по своим интересам, по духовным потребностям. Вот в начале программы мы с вами слышали, как горожане выражали свои пожелания, чтобы были детские площадки, чтобы было больше детских мероприятий для детей. В этом году это все будет. И когда вы тоже спрашивали о том, что о чем вы мечтаете, я думаю, что мы сейчас уже вплотную приближаемся к нашей мечте. У нас... Потому что и очень много мероприятий проходит, и молодежь действительно участвует с огромным желанием в этих мероприятиях. И сами принимают участие, и мы привлекаем, естественно, очень много молодых зрителей. К нам приезжают замечательные солисты, маэстро Слазковский. Просто это безупречный вкус, который нам показывает мировой уровень, уровень мировых наших звезд, которым могут порадовать всех казанцев. Поэтому, конечно же, я призываю всех просто посещать эти мероприятия, знакомиться, выходить со своими семьями, выходить со своими бабушками, дедушками. Потому что для каждого это будет что-то свое. Для кого-то это классическое искусство и казанская осень. Для кого-то это фольклор и этническая мозаика, и игра и гармонь. Для кого-то это ассамблея Дом дружбы народов. Ну и, конечно же, надо понимать, что в этот праздник мы объединяемся все. Культура нас объединяет. И не случайно этот год у нас год культуры. Это не просто чисто так красиво названный год, а это год, когда мы должны понимать, что культура — это неотъемлемая часть нашей жизни. Она объединяет, она нас спасает, она нас ведет к добру, к миру и согласию. У нас в студии замечательная певица. Эльмира, ну будет просто грех отпустить вас и не попросить что-нибудь спеть. Скажите, у вас есть любимый фрагмент из оперы «Халтын Казан», в которой вы участвуете? Может, напоете что-нибудь? Да, с удовольствием. Вообще, я очень люблю эту музыку, и одна из самых знаковых арий, сейчас для меня это уже как часть моей жизни, «Мина шанам сиңа сырля козан». Я верю в тебя, Казань. «Мина шанам сиңа сырля козан, Мина шанам сиңа олтынам, Мина козанға биреул саамыйды, Ерегем ның ёрсу елкынын». Браво, спасибо. Ну, вот такие замечательные строки, я верю в Казань. И действительно, Казань такой город, который очень многое даёт своим жителям. Я живу в Татарстане только три года, и, может, ещё взгляд более свежий. На самом деле, Казань становится интересным городом, это другая уже среда, культурная среда, нежели в те годы, когда я учился в университете 20 с лишним лет назад. Мы принимаем много гостей, наша семья. И я скажу это необременительно, потому что эти люди, они утром уходят в город, и каждый день, это будни или выходные, в городе есть что делать с утра и до вечера. Они приходят с массой впечатлений. Это здорово. И, знаете, национальный колорит здесь, он тоже важен, он тоже присутствует. И скажу совершенно на другом примере, не на примере театров, концертов. Мы недавно отдыхали в санатории Бакирова, это вообще оздоровительное учреждение, и там оказывается тоже почти до половины отдыхающих уже представителей других регионов. Мы сидели за одним столом с одной семейной парой, а в Бакирово там много звучит татарской речи, татарской музыки, что-то, кухня татарская. Я их спрашиваю, просто переживаю. Я говорю, это вас не напрягает? Вам нет дискомфорта? Они говорят, наоборот, вы что? Это как поездка в зарубежный курорт, когда погружаешься в другую культуру, питаешься вот этой кухней, общаешься с другими людьми. Это абсолютно не напрягает, это, наоборот, говорит, достоинство этого курорта, вашей республики, то, что можно погрузиться в аутентичную, интересную другую культуру, которая не агрессивна, которая интересна. И это сегодня присуще всей республике Татарстан. И это мы продемонстрируем во всей красе, наверное, 30 августа. Это будет уже такой блеск. Интересно, а вот, может быть, кроме народности, которые живут в республике, есть какая-то статистика, сколько людей приезжает сюда на праздник, во время праздников? Диля Флера. Я думаю, что после проведения универсиады в прошлом году количество приезжающих, гостей, количество туристов очень сильно увеличилось. Статистика, наверное, такая ведется статистика, да, но мы, конечно, наблюдаем это по нашим мероприятиям. У нас на всех мероприятиях и в наших театрально-зрелищных учреждениях, и на мероприятиях, которые проходят на улицах, всегда очень много зрителей, всегда очень много слушателей. Мы получаем очень много писем, откликов, пожеланий, что бы они хотели услышать в следующий раз. И, конечно же, мы следуем и отслеживаем вот эти вот мнения и пожелания наших гостей, чтобы в дальнейшем стараться привлечь к миру культуры как можно больше жителей Казани, гостей и туристов. Допустим, в нашем театре синхронный перевод не зря, это сделано на два языка, на русский и на английский. То есть каждый спектакль у нас, каждый вечер, диктор приходит и синхронный переводит на два языка, то есть двухязычный. Поэтому и действительно потребность в этом есть. Позвольте мне пару реплик. Я в данном случае представляю не только Россию и Москву, откуда родом, вернее не родом, а проживаю. Родом-то я из Туркмении, такое дитя Советского Союза. Сейчас я работаю в Белоруссии, главным режиссером Большого театра Республики Беларусь, поэтому у меня взгляд еще более сторонний, чем даже раньше. Вы знаете, в силу географического положения Белоруссии эти, я не побоюсь громкого слова, этого кошмара, который происходит сейчас на Украине, он очень близок и очень понятен нам. И мне кажется, что в это тяжелое время, когда история очередной раз идет юзом, мне кажется, что Татарстан сейчас имеет не просто ситуационную, да, а в чем-то даже историческую миссию. вот эту вот миссию объединения, миссию примирения, миссию демонстрации самим фактом своего существования в том виде, в котором он есть, примера того сосуществования наций, наций, неправильно сказать, национальностей, национальностей различных, народов разных, это сейчас, я думаю, сюда многим стоит приехать, помимо того, чтобы сходить в театры и, так сказать, в санаторий отдохнуть, я думаю, что просто даже действительно походить, посмотреть, как живут люди, люди разные, разных языковых групп, очень разные, славянские и тюркские языки абсолютно диаметрально противоположные, и как это умение ужиться рядом двум столь разным языковым группам, и когда не уживаются рядом две родственные группы, вот это, вот у Татарстана надо этому учиться, понимаете, я это обратил внимание первый раз, когда приехал в Татарстан, на тысячелетие Казани, я с тех пор много лет уже здесь работал, и не три года, и я хочу сказать, что для меня это всегда оставалось в чем-то загадкой, в чем-то примером, и мне кажется, что это не случайность, не совпадение, не ситуационная некая константа, а это историческая просто миссия, видимо, вот этот казан, этот котел, в котором это все кипит, как у нас, казан хайны, да? Казан хайны, финальный хор. Да, вот у нас финальный хор, наш Малтын Казан, вот видимо, этот сплав, он и дает вот это вот, вот это вот, существующее ныне положение дел, понимаете, для многих, для многих в пример, для многих в пример, понимаете, как выясняется, все можно решать на свете. И вот это вот объединение, о котором вы говорили, оно как никогда ощущается, именно 30 августа, в День Республики. И завершением праздника станет грандиозный салют из более чем тысячи залпов. Конечно, разноцветные искры, это не падающие звезды, но желание загадать можно, и оно обязательно исполнится, если верить. Верьте, и не забывайте, что культура в нас. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok